Сейчас я наеду. Хорошо. Зулыбышь. Ну не мешал бы. Это как называется? Субботник? Да. А кто вас об этом просил? Никто. Сами приехали. Вам за деньги платят, что вы убираете? Нет. Я считаю, что бесплатно здесь даже хорошо работать. Лучше получается. Лучше получается? Да. Ну я считаю, что надо же кому-то заниматься и мусор убирать. Если у нас тратится огромное количество средств неизвестно на что, говорят, что муниципалитет выделяет средства на уборку, я такого редко-редко вижу. А вот это что значит, все то, что на вас? Так, ну это форма лейтенанта гвардейского экипажа на 1914 год. Это повседневная форма. То есть вот лейтенант гвардейского экипажа мог в такой форме выйти и потрудиться? Да. То есть это была форма не парадная. Мы не всегда выходим в форме. Вот. Не обязательно мы работаем и без формы. Просто сегодня было настроение. А как вы относитесь, что они в этой форме ходят по улице? Нормально. Это их дело. Они пока малые, пусть побегают. А потом кусочек хлеба в ротик надо будет положить, а не задумываются о смысле жизни. Пойдут или в кооператив, или на госпредприятие работать. Что они? С ума сошли? Будут тут мусор ходить, убирать. А кто его знает? Может так вот одни придут, вторые? Может что-нибудь... Никто не придет. Вся Россия в мусоре по голову. Никто ничего не убирает. Вся Москва в дерьме. А тут кто-то два человека, три бычка собрали. А может быть, с чего это должно начинаться? Начинаться нужно людей заинтересовывать. А у нас... Так, запрос, так, теперь все. Уже никто не работает. А ты сам-то где работаешь? Я на предприятии. А что ж не в кооперативе? А я там ничего не делаю. Потому что... А, поэтому и работаешь? Да, поэтому работаешь. Вот я пришел, балду попинал, мне деньги отстегнули, и я доволен жизнью. Люди, люди поумнели уже. За гроши работать не хотят. Сколько производственных площадей, везде висеть требуется. Да зачем это надо? Отдать в аренду иностранцев, пусть распахают, построят гостиницы, зеленые зоны, а мы тут дышим. А ты чем будешь заниматься тогда? Почему? Просто мы перейдем в сферу обслуживания все и все. Ты такой теоретик большой? У нас сейчас теоретиков много, только никто ничего не хочет делать. Вот мне говорят, иди работай. Я начальнику говорю, ты что, с ума сошел? За такие деньги я только на диване согласен лежать.